Ну что ж, хочется начать с того, что сегодня у нас первый день весны, мы наконец-то дожидались вообще этого дня. Да, и сегодня день ожидания тепла на самом деле. А еще какой сегодня день? Сегодня день всемирной музыкальной терапии. Класс! Ну это вообще терапия, которую мы постоянно предоставляем и пропагандируем. И у нас сегодня замечательная гостья Анастасия Кулагина, вокалистка, преподаватель музыкального колледжа имени Рахманинова и солистка группы Кёниг Трибьют Бэнд. Доброе утро! Доброе утро, девочки, доброе утро, дорогие слушатели! Ну что, чувствуете весну? Я очень чувствую, я ее очень сильно ждала. В этом году как никогда. Любитель зимы, но в этом году я, как молодая мама, очень-очень хотела тепла и чистых дорог. Понятно. Анастасия, расскажите, как вы решили связать свою жизнь с музыкой и как вообще это случилось? Это случилось по большому стечению обстоятельств в детстве. Пою я уже 26 лет, опережая, да, ответ. Вот мне сейчас 30, в декабре исполнилось, у меня был юбилей. И 26 лет в своей жизни я пою. Вот такой огромный-огромный срок. А мама отвела меня в театральную студию, где концертмейстерам было замечено моя какая-то музыкальная жилка и какой-то мой музыкальный талант, слух. Наш концертмейстер обратилась к моей маме, предложила ей позаниматься со мной на бесплатной, попрошу, основе. Ради творчества. Да, так как садиком у меня не заладилось, надо было куда-то меня пристроить. В общем, мы пристроили. Спасибо большое, Наталья Владимировна Доманицкая. Привет, я огромная, если вдруг она слушает. Это мой первый педагог, который привела меня в музыку. С тех пор я пою. Каждый день. Пишите ли вы сами песни или исполняете исключительно каверы? На данный момент это исключительно каверы. Свои песни я писала, но конкретно я пишу только вокальную партию под уже имеющуюся какую-то гармонизацию и текст. У меня были авторские группы свои, Бамбу Бер, Лайфлайн. Это популярные достаточно группы были в какое-то время в городе. А сейчас, да, это в основном коммерция, это кавера. На самом деле я была на одном из выступлений вот как раз-таки Анастасии, и я была в шоке от вашей энергии на сцене. И ради чего вы каждый раз выходите на сцену уже столько лет? Ради чего артисты это делают? Здесь буду банальной, наверное, любой сейчас мой коллега меня поймет, причем неважно, там, это вокалистка или это инструменталист, танцор. Ну, сцена это какой-то космос, это выход в открытый космос на прямом смысле. То есть это какая-то бешеная энергетика, это какой-то наркотик в хорошем смысле этого слова. Без этого я вообще не представляю. То есть это такой энергообмен с людьми. Ну, вообще, я даже очень много могу красивых слов наговорить. Это просто то, без чего невозможно. Я не представляю, как вот есть люди, которые ни разу нигде не выступали. Я вообще не знаю, как они живут. Честно, я не представляю. Я не знаю, но мне трудно представить. Да, они, скорее всего, не представляют, как вы вообще каждый раз этот прыжок с парашютом совершаете. Ну, я думаю, что это можно сравнить вот этот прыжок с парашютом так же, как мы каждый день выходим в эфир. Да, это тоже, да, 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 это сто процентов. Когда, ну, большой уже такой пласт телезрителя тебя слушает, смотрит. Ну, руки трясутся, ноги трясутся. Ну, это же круто. А как вы готовитесь к выступлениям, распеваетесь? И существуют ли какие-то особые правила, может быть, лайфхаки какие-то? Нет, конечно, распевки существуют, упражнения, да, там, на координацию, которые просто разогревают голосовой аппарат или подготавливают просто каким-то техническим пируэтом, скажем так. Вообще, в принципе, развивают вокалиста. Но я, как бы, в связи с тем, что опыт у меня большой, честно признаюсь, я уже не распеваюсь перед выступлениями. Только в крайних каких-то случаях, если я, там, болею, голос сипит, нужно немножко размяться, я могу там помчать, попеть. Ну, не всегда это удобно сделать. А так, вообще, я очень много разговариваю и веду уроки каждый день практически, ну, сейчас там, декрете, а так вообще в очень большом количестве. И поэтому к вечеру, когда, ну, в основном выступают артисты, я уже готова петь. Гасовой аппарат уже разогрет. А вот сегодня день музыкальной терапии. Для вас музыкальная терапия, она в каком исполнителе или в какой музыке? Для меня вообще, в принципе, музыка — это терапия. Ну, просто любая, абсолютно. Я никогда не могу, вот, с детства не могу выделить любимого певца или певицу. У меня их очень много. Я огромный меломан, я слушаю всё абсолютно, ну, по профессии так положено. Для меня это всё равно дзен, йога, вот эта музыка, это для меня вот, ну, жизнь, дыхание, всё абсолютно. Она у меня всегда. То есть вы напрямую ощущаете, как музыка может лечить? Сто процентов это я ощущаю по своим ученикам и по студентам, да. Я понимаю, почему люди приходят в музыку, которые никогда этим не занимались. Например, любители, да. Они приходят в вокальную студию в частную, да, естественно, заниматься для себя, для своего хобби, для удовлетворения каких-то своих амбиций. И я вижу, как меняется их душевное состояние, моральное состояние. Я вижу, как они раскрепощаются. Кто-то выбирает танцы, йогу, живопись и так далее. Вот кто выбирает музыку, я это вижу. И я вижу, как этот человек трансформируется, что у него происходит. Ну, сто процентов. Ой, а какие у нас разговоры за эфиром здесь. У нас музыкальная терапия полнейшая, потому что мы тут рассуждаем и про певцов, и таких весомых мастодонтов певцов. Аретто Франклин, Нина Симоне, Симон. И ты еще, получается, кого вспомнила? Элла Федеральцев. Элла Федеральцев, да. Да, это прям. Классика, да. Давай еще раз познакомимся с нашим гостем. Да, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Анастасия Кулагина, вокалистка, преподаватель музыкального колледжа имени Рахманинова и солистка группы Кёнинг Трибют Бэнд. Что ж, с голосом работать тяжело. И как-то вот это все откладывается на здоровье. И как-то влияет ли? Или это лучше, наоборот? Постараюсь вкратце ответить на этот вопрос, потому что здесь можно бесконечно много рассказывать, так как я преподаватель. Естественно, мне есть что рассказать подробно, да, там, о строении голосового аппарата, как это влияет в целом. В основном, вот если смотреть по запросу людей, которые приходят заниматься вокалом, это прежде всего работа над дыханием, над дикцией, над артикуляцией, да. Пение непосредственно связано со звуком и воздухом, да, то есть астматиком. Людям с проблемным, ну, дыханием, да, с любыми лорозаболеваниями очень всегда рекомендуют врачи, особенно фониаторы, заниматься вокалом. Ну, хотя бы на любительском уровне, естественно, никто там не просит каких-то выступлений или еще чего-то. Но в целом для развития, да, вот этот легкий, да, и тренировка, работа диафрагмы, работа мышц, очень много мышц задействовано в вокализации, да, то есть от связок, там, гортань, куча хрящей, да, это, короче, я сейчас не буду умничать. Вот, меня потом засмеют, что началось. Ну, в общем, да, это действительно для здоровья полезно, точно не вредно, сто процентов, если мы не используем какие-то там экстремальные техники, не зная, не умея это без педагога. А так в целом ничего. А важна ли физическая подготовка для солистов? Ну, как бы, да, постепенно, все равно же привыкание происходит, да, то есть какая-то наработка, выносливость приходит со временем в любом случае, да, есть вокалисты, которые выходят на сцену, поют со стойкой микрофона, все здорово. Потом они начинают двигаться и запахиваются, теряют, да, координацию теряют, вот эту вот плотность звука из-за того, что дыхание сбивается. Поэтому, да, тренировка нужна, выносливость, она вся со временем приходит, сто процентов, ну, долго даже не надо ждать. Это как спорт. Знаю, что вы солистка группы, но и выступаете самостоятельно. Расскажите, что вам дает группа и сольное выступление, что нравится больше? Группа дает мне, прежде всего, огромную поддержку за спиной. Я, если честно, командный игрок, сто процентов. Я очень люблю выступать сольно, это удобнее где-то, быстрее, мобильнее. Понятно, там есть свои плюсы, миллион, но группа — это мое все. Я с детства, как бы, с самых прям юных лет выступаю с группой, причем с такими мужиками здоровыми, брутальными. Вот, всем им привет, кто меня слушает, они знают, что у меня сегодня. Вот, и да, группа — это поддержка, это команда, это друзья, это взаимодействие на сцене, это особый тоже обмен энергией, в том числе. В моей группе Кюниг Трибют Бэн со мной работает прекрасная девочка тоже, Наталья. Мы с ней дуэтом иногда что-то исполняем, да, и это совершенно другое. Двуголосие, во-первых, то есть есть возможность петь многоголосие, раскладываться. А я вообще любитель вот этих всех аккордов, вот этих, ну, в общем, для меня, мне больше нравится с группой выступать, честно. Какая была самая вот масштабная площадка, на которой вы выступали группой или сольно? С группой, так, получается, наверное, это были фестивали, рок-фестивали «Калининград ин рок», «Кин рок», да, у нас в 2010 году мы были на разогреве у Алисы, группа «Аматори», «Стигматы» и так далее. То есть я еще была совсем 16-летней, там, 17-летней девочкой. Вот, потом у нас были выступления на самой «Эмергензии», «Революшн-тур», мы отъездили по всей России, и там были огромные залы, были поменьше, но я работала в театре 4 года, там по 750-800 человек каждую неделю, то есть в общей сложности очень много людей меня послушало, наверное. И «Сити джаз», конечно, «Калининград ин джаз», да, я 5 раз подряд выступала на этом фестивале. 5 раз? Да, открывала его, получается, с нашими калининградскими местными коллективами замечательными, с «Клюник Брасс Бэнд», с «Кошелев Биг Бэнд», и так далее. То есть очень-очень круто, и народа там было, сами понимаете, очень много. И еще и в Калининграде, ну, прям вообще прелесть. Ну, раз уж мы говорим о вокальной терапии, на самом деле за эфиром мы затронули такую тему, которая связана со здоровьем вокалистов, и нам рассказали тут про такое заболевание, или, как скажем, проблему, которая чаще всего стала встречаться у вокалистов. Давайте поговорим уж про терапию, да? Да, что происходит и почему самое главное? Ну, я не врач, естественно, да, я попробую сказать своими словами. В заболевании может быть множество, да, переутомление, узлы на связках, да, это все вот это предузелковое состояние и так далее. Но сейчас вот как по практике, по своей, я могу сказать, что очень распространенным стало заболевание именно из-за питания, из-за нарушения питания, и у всех оно индивидуально, да, у кого-то с лактозой связано, у кого-то там с какими-то углеводами тяжелыми и так далее, а это рефлюкс, да, это вброс вот этой желчи, да, из-за плохой работы сфинктра желудочного, правильно, если я говорю, да, то есть вот это происходит, все на связке выходит, грубо говоря, да, и начинаются такие, как это распознать? Большая утомляемость голоса становится, опять же, тоже не смыкание, сиплость такая легкая, и это устраняется питанием, иногда это всего лишь вычеркивается, один какой-то продукт, опять же, это через эндокринолога, через кучу анализов дорогостоящих, но все равно это стоит того, как бы люди избавляются от этой проблемы, и все вообще становится супер. Но когда называется твой организм, тебя же и подводят. Да, не всегда это связано с тем, что человек неправильно поет, главное понимать это, что у нас организм такой вообще, там все работает в таком симбиозе, что одно что-то нарушилось, и все полетело к чертям, короче, нужно следить за всем сразу. Сложно, но можно. Я вот на самом деле хотела бы еще спросить, как вы считаете, что самое важное в исполнителе? Это голос, текст, песен, или это все-таки... Харизма, может быть, просто. И то есть на харизме человек вывозит все вообще? Да, я согласна, 100% харизма, энергия, вот 100%. А там уже репертуар подберем, да? Нет, я всегда говорю своим ученикам, студентам, что вы не поющая голова. Вокалист — это не просто там красивый голос, да, и так далее. Вокалист — это артист, да, то есть это свод правил, это интересная личность, это какая-то глыба интересная, это вообще такой неопознанный какой-то объект, который хочется видеть, слушать, узнавать, что у него там в жизни происходит. А кто он, где она, почему вот так популярны соцсети, ну, знаменитых людей? Потому что, блин, интересно все. И так и должно быть. Привлекать к себе внимание, то есть энергия, которая... Ты обмениваешься залом, вот этот должен происходить коннект. Голос, ну, я знаю миллион примеров, когда голоса, ну, прям откровенно, нет, но есть большая толпа любителей творчества, да. Ну, песни, конечно, драматургия, тексты. Ольга Бузова. Ольга Бузова. Кстати, я ее очень люблю, честно скажу. Ну, она как... Мама сейчас моя просто там... Я люблю. Вот, на самом деле, как женщину ее очень сильно вообще... Это приятная, она милая. Как артист, вот она как раз... Ну, вы видели, когда она в Калининград приехала, смогу людей было в Европе. Наверное, это о чем-то говорит. Айб энергии, наверное, да. Ну, да, да. Тут не сколько о вокальных данных, да, сколько об энергии и обаянии. Поэтому, ну, как бы, да. Все-таки люди идут за энергией, за человеком. И прощие песни, которые запоминаются, они надуманные, да, несложные. То есть это легко повторить, подпеть, и это вот супер. А были ли какие-то проблемы, с которыми вы сталкивались в своей музыкальной карьере, и какая была, наверное, самая такая тяжелая? Наверное, совсем вот когда в школьном возрасте. Вообще, музыка и проблемы у меня как-то вообще вместе не идут рядом. Но была проблема с выбором своего пути дальнейшего. Когда я выбирала между музыкой, как бы это сейчас не прозвучало, по граничным институтам. Вот была у меня... У меня стоял выбор, как бы туда иду, хотела почему-то на юридический пойти и так далее. Как хорошо, что вы не пошли. Как-то все так сложилось, да. И, в общем... А была бы я здесь сцена? Никогда. Никогда. Я же очень с маленьких лет, я просто... У меня не было времени побояться. Да нет, нет, не было. Это как в море кинули, плыви. Нет, проблем никаких, боязни. Нет, это какое-то такое свое. Мне даже там проще, чем в жизни иногда. Мне кажется. Продолжаем терапию нашу музыкальную. Да, и говорить о музыке. Напоминаю, что в студии «Балтик Плюс» Анастасия Кулагина, вокалистка и преподаватель музыкального колледжа имени Рахманинова и солистка группы «Кёнинг Трибют Бэнд». Анастасия, расскажите какую-нибудь историю, которая важна для вас вот из вашей карьеры. Такая самая трепетная, самая трогательная. Можете вспомнить? Да, сразу вспоминается момент, когда я работала в театре Art Hall в Дворце культуры Железнодорожников. Был музыкальный театр. Я там проработала 4 года. Моя такая неотъемлемая часть жизни. Был момент, мы пели... У нас называлась программа «Сто друзей». Она была посвященная творчеству Аллы Борисовны Пукачевой, и я исполняла песню «Орликина». Ответственность глобальная была, да, разобрать вот это вот все, всю драматургию, сыграть, у меня был шикарный костюм. У меня, ну, короче, это был вообще такой момент. Вот там я нервничала прямо не по-детски. И зал встал в конце. Меня аплодировали стоя. В первом ряду сидел мой преподаватель чудесная моя, Вера Васильевна Чеснокова. Если она сейчас слушает меня или будет слушать там на повторе, вообще люблю вас безумно. Спасибо вам за все огромное. Она сейчас моей коллегой является. Мы вместе работаем в колледже. В общем, да, когда зал встал, я, конечно, все. Ну, там, я простояла и думаю, я не должна плакать. А черт с ним. В общем, да, вот такое. Ну, и когда папа цветы выносит в конце, когда я выступаю, там, в кабаре я выступала, в театре там и так далее, папа выходит на сцену с цветами, ну, все, это тоже. Это любимые моменты. Да, это вот, да, это самое трогательное, это такое, ну, благодарность. А ходите ли вы в караоке? Есть ли у вас вот та самая песня, которая вот идет в бой вообще? Я даже работала в караоке в Санкт-Петербурге недолгое время, но работала, да. И там очень часто заказывали «Твои глаза», «Пить или пить», потому что я работала в Санкт-Петербурге. Как раз-таки, да, вот такие песни там заказывали. А я, честно, постоянно закрываю свой гештальт, я пою «Виллаус лавью» и «Никлист». Я ее все время стесняюсь петь на сцене, потому что знаю, что претензий будет море, и там будут смотреть на мою технику, а в караоке не будут смотреть на мою технику. Там будут... Вау! Умница, ты молодец, что бы ты ни делала. Вот, и да, я там тренировалась, вот совсем недавно ее спела на своем сольном концерте. Ну, я там в слезах ее пела, потому что речь толкнула про семью, и все, там, короче, все, сломалась моя песня. Но в целом, да, в караоке я ее иногда пою. Но я очень редко хожу, но так, друзья зовут, естественно, я абсолютно... Я люблю это делать. А вот если говорить про наш регион, какие музыкальные перспективы в Калининградской области для музыкантов? Хочу сказать, что Калининград является одним из таких городов, где есть перспективы вообще во всем. Это такой развивающийся постоянно город, не стоящий на месте, в музыке в том числе. Во-первых, у нас есть музыкальный колледж, который подготавливает очень крутых профессионалов своего дела. Во-вторых, у нас есть очень классные фестивали, всероссийские. Да, у нас есть территория мира. Я не знаю, есть ли она сейчас, но, возможно, есть. Немножко поменяли маршруты, но все же. Есть у нас Калининград City Jazz, прошу прощения. Есть у нас Калининград in Rock, да. Есть Emergenza Revolution, вот эти фестивали, которые сюда привозят. Есть местные. Вообще, ну, как бы вот хочешь, развивайся. Перспектив миллион. А уже дальше, как вот там, куда это все выйдет, это сугубо уже на смотрели. Да, многие ребята из Калининградской области уезжают в большие города, становятся достаточно известными. Знаю даже несколько примеров. Какой музыкальный уровень региональных групп и музыкантов на сегодняшний день? Я, кстати, не знаю ни одного человека, который уехал, стал популярным среди музыкантов. Не знаю. То есть именно популярным на большую сцену, да, вышел. Очень многие уезжали, в основном учиться, и потом там оставались работать. Опять же, ковербенды, какие-то свои группы авторские, но какой-то прямо выхлоп, к сожалению, я до сих пор не увидела. Но знаю, что есть очень успешные, ну, хорошие гонорары, успешные там выступления и так далее. Моих коллег и моих выпускников уже даже, вот, я вижу их, наблюдаю. Вот у меня студентка у зверей на бэк-вокале, между прочим, поют. Вот, это прям классно, моя выпускница. Да, ну, то есть вот такие, я вот такое, да. А здесь есть тоже куда развиваться, потолка нет. Его нет нигде. Вообще, где бы вы ни находились, в каком бы городе вы ни жили, есть куда развиваться, перспективы есть. И неважно, Москва, Питер, все это так близко, если честно. И в случае чего поехать поработать, выступить куда-то или сотрудничать с каким-то артистом, можно, живя даже, я не знаю, там, на Луне. К сожалению, наше интервью подходит к концу. Расскажите, какие творческие планы ставите на этот год? Я очень хочу развивать свою студию. Дальше у меня музыкальная студия, вокальная, Bear Mother студия. Приходите к нам, пейте. Вот, у меня работают замечательные преподаватели, опять же, мои выпускницы. Я хочу, чтобы все, кто занимается у меня, были трудоустроены. Я над этим очень плотно работаю, над своими студентами. Я всегда даю им работу и возможность где-то себя проявлять. Это такое мое кредо педагогическое. Хочу, чтобы студия развивалась. Хочу сделать мюзикл любительский для любителей, для тех, кто занимается у меня в студии, сделать мюзикл. То есть с вашими учениками? Не просто отчетный концерт, да, мюзикл. Пока что у меня нет на это какого-то временного ресурса, временного. Но здесь торжественно клянусь, что я это сделаю когда-нибудь чуть-чуть в ближайшем будущем. Через год с вами встретимся опять здесь же. Обязательно. Я очень постараюсь. Это очень хочется. И, конечно, я хочу выступать. Много выступать, петь для большой публики, для малых залов. Для больших залов не суть. Больше мероприятий, знакомства с новыми людьми, абсолютно разную музыку, абсолютно в разных условиях. В общем, петь, петь и вот этот энергомбент получать. Дайте какой-нибудь совет на путстве начинающим исполнителям и вообще что делать? Когда вот кризисный момент, вот что делать? Думать о том, для кого вы поете. Не о себе и не любоваться своей техникой, своей наработкой, своим костюмом, потрясающим внешним видом. Петь для зрителя, для слушателя, видеть эти глаза влюбленные и дарить свое творчество и получать вот этот энергообмен. Да мне даже слезы наверно. О, как мило. Ну что ж, на этой прекрасной ноте я предлагаю нашу музыкальную терапию. Спасибо вам большое. Закончить. Да, у нас в гостях была замечательная Анастасия Кулагина, вокалистка, преподаватель музыкального колледжа имени Рахманинова и солистка группы Кёниг Трибьют Бэн. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо.